приветствую друзья доброго времени суток 8 января обзор криптовалютного рынка рекомендации по торгу начнем с биткоин как обычно что по биткоину здесь видно если посмотреть на часовые графики то можно наблюдать здесь такой канальчик до восходящий канал где как бы идет торговый диапазон то восходящий можно так сказать вот колебался он колебался 4 числа здесь я говорил о том что все-таки у нас ожидается еще падение вот принципе я вот уже ждал и об этом говорил ранее что восходящее движение я не предвижу как бы что ждем глубокой коррекции но немножечко не сбылись мои предсказания и в принципе я об этом предупреждал и не утверждал то что я прав пожалуйста как бы не принимать мои слова за прям чистую монету и за какое-то провидение нет это не так это всего лишь какой-то анализ и мое личное мнение вот после чего сам биток сделал неплохое движение вот естественно на выходе с этого сопротивления можно было нормально его отторговать вот но сейчас ситуация немножечко поменялась он отбился можно сказать практически от вершины канала и сейчас уже выходит в негативную фазу так сказать или фазу downtrend будет ли она продолжаться или возможно эта коррекция просто восходящего движения я к сожалению сказать не могу ну на данный момент идет нисходящий тренд и это видно вообще по всей принципе альте остальное так как у нас сегодня день прям красный и все просадочки состоит некоторые только из них показывают силу такие как эфир этот ну хотя да все падает эфир растет и так у меня вот другой вопрос и я думаю он многих вас интересует что происходит с риплом у нас собственно уже появляется новый новый топ из топов да или как это сказать валюта я даже боюсь ее назвать криптовалютой потому что то по сути не так это централизованная управляемая монета которая должна сделать что заменить доллар ну по сути наверное так по сути наверное это у нас новый эквивалент доллара а возможно и вовсе замена его полностью как чуть ли не государственной валюте ну как-то очень звучит так незаманчиво честно вам скажу и в принципе вы все к этому идет он держится достаточно сильно и капитализация выросла там просто до небес можете принципе видите сами если мы зайдем на коин маркет то там уже второе место а уже эфир вывался на первое место это точно на второе простите а рипл у нас на третьем уже но короче гонка такая да гонка ведется между гигантами только эфир это криптовалюта а рипл что здесь делает на этом месте непонятно ей нужно какой-то другой топ потому что это топ криптовалют а ведь три положение криптовалюта к чему как-то странно и ребятам обратите еще внимание на тех людей которые представляют эту команду и на их регалии так скажем да регалии то где они ну в чем они выступают профессионалам до своей деятельности откуда они выходцы и чем они до этого занимались и как бы начинает становиться немножечко не то чтобы странно но как минимуме очень интересно вот и вот это вот все повышение сумасшедшей капитализации и рост цены уже начинает немножечко выплывать в такую какую-то картину одну да с как говорится с заговором мирового правительства там и так далее ну в общем это такое ответвление отношения в общем давайте вернемся обратно к криптовалютам поэтому рипл пока оставим и поговорим о криптовалютах эфир наверное многие задают вопрос почему он растет ну собственно я и сам не понимаю почему он растет можно было бы подумать от того что пообещали форк 19 января но вроде как эту информацию опровергли вроде как форка не должно быть то есть на чем растет непонятно на растет на тех людях которые не знают о том что опровергнет форк новостей то не было в принципе шло по технологии там ну выкатили какую-то они в твиттере новость о том что они там стремятся к миллиону транзакций в секунду ну окей а кто не стремится сейчас каждый стремится к миллиону транзакций в секунду а толку и ну принципе то она все и растет ну в общем пока так отличный рост супер кто сидел в эфире вообще поздравляю просто поздравляю я сам такой поэтому ну и отлично и растет себе его и хорошо давайте пусть растет будем крыть прибыль так ребята эфир классик до кого интересует тоже такой как бы восходящий трендик здесь есть странно почему он не тянется за эфиром именно вплотную то есть как бы многие я знаю ждали роста такого же да за эфиром то есть по стопам по стопам но пока он показывает такую медленную медленную какую-то скорость но я все-таки думаю что вы же не забывайте о том что 15 числа начинается открытие бирж новых регистраций и люди побегут побегут в нормальные бирже я думаю что принесут собой новое вливание лайткоин тоже такой коридорчик вырисовывает тоже можно подумать о его взятии в лонг но сейчас ситуация просто немножко непонятно со всем рынком в принципе потому что вот биткоин допустим тоже непонятно докуда он будет опускаться здесь вот у него если на девочки смотреть то он сейчас упирается именно в свою поддержку да вот которая была на 15 на 15 тысяч на дому грубо говорить это я смотрю побит феникс и в то же время здесь же уже близенько совсем 50 ему еще одна поддержка бы достаточно серьезно это на 13 500 вот то есть мы вполне возможно можем видеть 13 500 откат до него если пробьется вот этот вот сейчас уровень на котором он стоит и может отбиться от пятидесятки и пойти снова выше как бы и мы будем видеть уже тренд тот который мы все как бы ждем до новых хай хаев да это в теории вот как сейчас должно быть я не знаю не могу сказать меня просто смущает очень ситуация ближайшая вот сегодня 8 число да то есть через недельку начинается открытие как будет это действие происходить потом там еще 17 числа по моему или какого-то фьючерсы срок подходит фьючерсов да на на биткоин у cme по моему да вот это вот бирже тоже как будет реагировать рынок на это все непонятно в общем такая ситуация сейчас немножечко неоднозначная многие вот альты показывали силу показывали выход из каких-то сопротивлений из таких технически анализированных моментов но в то же время они как бы тот только bitcoin чихает и как бы все остальное летит вместе занимать буквально еще немножко шли в противоположную противовес друг другу так на что я сейчас смотрю значит по bitcoin голду там вроде как какие то есть новости по их кошельку они в твиттере что-то затвитили у себя буду какой-то там нововведение в безопасности что-то в этом роде но все равно вот он показывает себя плоховато будет ли перспектива не будет не могу сейчас ничего сказать как бы консолидируется пока вик пока будем ждать смотреть вот по кэшу немножко другая история не во первых роджер вертом начал засветился в корее на днях насколько я знаю вот и как как мы уже все знаем там серьезная команда маркетологов люди нормально двигают свою монету и еще что примечательно на твиттере такая как компания как bitmain если вы знаете а компания bitmain и роджер вер это такое вот очень тесно связанное звено если вы еще не знали и вот это вот это так именно компания которая продавала свои асики за bitcoin кэш так вот они анонсировали выпуск нового майнера от money раз 9 сегодня по я это короче 8 до 8 января ну получать сегодня да все верно но по китайскому времени естественно то есть в прошлый раз помните когда началась продажа этих майнеров за bitcoin кэш или тогда еще даже не началась только лишь пошел слух о том что они будут продаваться за кэш началось движение сумасшедшая ну как бы вот сейчас можно тоже такого же ожидать но как бы сам кэш пока такой вот формирует восходящий треугольник посмотрим что он будет рисовать на выходе отсюда возможно мы увидим новые движения а мы знаем с вами прекрасно что кэш наш нас может удивить новыми хаями абсолютно безумными наверное кому-то интересно по поводу верч так как частенько меня спрашивают об этой монете вот сейчас бы я хотел на нее обратить внимание на вашу верч и хочу сказать что она вот мне вообще не нравится такая себе никакая но если посмотрим мы даже к биткоину к тизеру так себе до боковик а вот по моему биткоину она как бы в принципе такая же ситуация тоже здесь тоже вырисовывается такой себе восходящий треугольничек можно назвать то есть ее можно смотреть на выходе из этих треугольников ну соответственно как она будет себя вести пойдет вверх значит можно говорить что движение будет положительно если пробьется вниз мы будем ждите еще какой-то коррекция определенной вот такие вот дела и по поводу еще bitcoin голда если вот кто вдруг сидит его и наблюдает ребята вот здесь вот него уровень вот этот вот от которого он отбивался постоянно увидите свечи здесь пускал тени точнее 190 даже чуть чуть ниже вот он да как раз вот это вот основной то есть сейчас у него как бы такой идет до нисходящий тренд он в нем движется вот от этого уровня нужно его смотреть если он будет от него отбываться можно в принципе спокойно заходить позицию я думаю что он будет давать плюсы если он его будет пробивать то конечно ситуация будет диаметрально противоположным скажем так и там уже непонятно на чем его нужно будет ловить так по эфиру до куда будет коррекция сейчас минуточку ну первая поддержка 1000 будем говорить да где-то район 1000 дальше более сильная на 850 дальше 750 дальше 650 как раз 50 moving ну и там уже ниже уже 550 и так далее waves 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 сделала движение вот здесь вот хорошие сегодня я как раз я смотрел но почему-то снова откатилась но тут особенность вы все еще в том что она ходит очень размашистым вот прям сильно и она может выйти из диапазона потом снова в него зайти вот меня вот это вот смущает так манера на долгосрок вы понимаете как бы то есть манера на долгосрок да она естественно ну сейчас как бы наконец-то уже сделала большое движение но я думаю это еще все-таки не конец но на данном моменте мне кажется что лучше рассмотреть какие-то монеты более интересны потому что манера все-таки технология уже такая устаревшая немножко жду роста лайткоин да я тоже его жду я думаю что все таки он вот от этого уровня отобьется и будет показывать рост хотя его графику практически схож с графиком биткоина там такая же ситуация происходит поэтому как будет идти биткоин так будет идти лайткоин к весне да все будет расти я тоже в этом уверен практически потому что идет такая прям популяризация в принципе криптовалют крипто мира и крипто технологий поэтому я думаю что это пока будет расти во всяком случае еще восемнадцатом году и восемнадцатом году между прочим будет очень много изменений которые затронут всех нас именно в крипто мире я имею друзья большое спасибо за внимание те кто будет смотреть это видео в записи если видео вам было полезным поставьте лайк пишите свои комментарии что вы думаете о моем анализе и подписывайтесь если еще не подписались чтобы не пропустить новые видео буду стараться выкладывать каждый день новые обзоры крипто рынка все ссылочки будут в описании до новых встреч пока